В столице Югры встретили олимпийского чемпиона и призера игр в Токио по вольной борьбе. Сегодня утренним рейсом в Хантамансийск прилетели наши герои прошедших стартов Токио. Заурбек Седаков и Артур Найфонов. Напомню, что Заурбеку не было равных в весовой категории до 74 килограммов. Причем все победы были с большим отрывом по очкам. В полуфинале Седаков был сильнее борца из Казахстана 11-0. А в финале не оставил шансов белорусскому спортсмену. Там судьи зафиксировали счет 7-0 в пользу югорчанина. Еще один югорский вольник Артур Найфонов стал бронзовым призером игр. Он в решающем поединке за медаль взял вверх над соперником из Узбекистана со счетом 2-0. Напомню, наши спортсмены получили государственные награды от президента страны Владимира Путина. Заурбек Седаков получил орден дружбы, а Артур Найфонов орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Тяжелые соперники были, но как-никак это олимпийские игры, психологическое давление. Так что было тяжело, но я справлялся со всеми трудностями. С волнением справлялся в первую очередь. А все остальное дальше. Настраивался на каждую схватку как на последнюю. И у меня все довольно хорошо получилось. Турнир прошел не так, как я предполагал. Золото хотел, но удовольствуюсь бронзой. И это неплохо. Хороший результат. Дома встретили отлично. Танцами все как полагается. Этим же рейсом в столицу Югры прилетел и тяжелоатлет Тимур Наниев. Напомню, воспитанник Югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва стал четвертым на играх в Токио. Выступал штангист в весовой категории до 109 килограммов. И был единственным представителем нашей страны в этом виде спорта у мужчин. А проиграл он спортсмену из Латвии всего один килограмм. Югорчанин в сумме толчка и рывка штанги набрал 409 килограммов и был главным претендентом на бронзовую медаль. Но соперник из Латвии перед последним подходом изменил заявочный вес и смог обойти Тимура в игровом протоколе с результатом 410 килограммов. Были смешанные чувства. И себя винил в этом, и в чем-то были и судьи виноваты. Но после первого подхода они меня не засчитали и сбили мне вообще мои планы. И пришлось следом за собой выходить сразу. И не успел восстановить дыхание. Но в итоге все-таки зафиксировал этот вес. И следующим подходом не смог зафиксировать. И если я думаю, если бы я его зафиксировал, то я бы уже был 100% в призах. Наталья Комарова посетила новые спортивные объекты во время рабочего визита в Нягань. Первым из них стал физкультурно-спортивный клуб «Реформа». Здесь будут развивать грэмплинг, каратэ, джиу-джитсу и другие виды единоборств, а также спортивную аэробику и художественную гимнастику. Клуб размещен в отдельном двухэтажном здании. Его построил местный предприниматель. Общий размер инвестиций составил порядка 18 миллионов рублей. Одновременно здесь смогут заниматься полсотни человек. На площади 750 квадратных метров разместились тренажерный зал, залы аэробики, борьбы, а также массажные кабинеты, раздевалки и душевые комнаты. Мы еще официально открылись, по ней ближе к учебному году открылись. Представляете, кто придет? Да, у нас уже много, в принципе, и с тренерами уже мы переговорили, которые будут у нас арендовать помещение. У нас концепция была и такая, что завезти туда, и чтобы семья могла расположиться по всему залу. Семейный? Да, семейный концепт. Отлично, хорошо. Еще одним объектом, который посетила глава региона, стал спортивно-игровой комплекс на открытом воздухе. Универсальную площадку в 10 микрорайоне открыли в начале июля. Ее возвела местная строительная компания. Комплекс стоимостью почти 6 миллионов рублей и расположился на площади 780 квадратных метров. Он насчитывает больше 30 видов различного оборудования. С детским городком соседствуют уличные силовые тренажеры, а также необходимые элементы для занятий гимнастикой и воркаутом. Еще один участок северного широтного хода в Югре приведут в нормативное состояние. Сейчас идет реконструкция региональной дороги Таллинка-Советский. Трасса соединяет Хантамансийск с западной и восточной частью округа. Обеспечивает выход в Сыгловскую область и Пермский край. На участке протяженностью 17 километров уже завершена укладка нового дорожного полотна. Ведутся работы по укреплению обочин щебнем. Наносится дорожная разметка. Завершить ремонт планируется до конца сентября. Но уже сейчас специалисты окружного управления автомобильных дорог вместе с общественниками проверили качество дорожного покрытия. Асфальтовые керны соответствуют всем необходимым требованиям. Напомню, что с 2019 года в нормативное состояние приведено три участка магистрали Таллинка-Советский. Общей протяженностью 44 километра. Почти 40 тысяч масок, около тонны дезинфицирующих средств, а еще перчатки, специальные коврики, сигнальные ленты для разметки и одноразовые халаты. Такую посылку сегодня получили сотрудники Сургутского избиркома. На доставку потребовалось 5 дней. Так, все избирательные участки оборудуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Например, на входе югорчанам будут измерять температуру, выдавать защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. На один участок, где работает от 12 до 16 человек, на участковую комиссию из 16 человек выдается 300 масок, 300 пар перчаток, 5 литров дезинфицирующего средства для обработки ковриков входных и 2 литра средств дезинфицирующих для рук. Комиссия выходит на участки уже 17 августа. Это будет достаточно для того, чтобы работать в течение дней подготовки до выборов и, естественно, в дни проведения непосредственного выбора с 17 по 19 сентября. Кочующая лаборатория визуального искусства и новых медиа открылась в Ханты-Мансийске. Она объединила творческих людей со всего мира. Это художники, дизайнеры, режиссеры, фотографы и музыканты. Проект стал обладателем грантового конкурса «Родные города». Свой лагерь лаборатория разбила в природном заповеднике «Самаровский Чугас». Здесь с 7 по 16 августа участники проекта будут изучать быт, культуру, традиции коренных народов Севера. Кроме того, они посетят с экскурсиями этнографический музей под открытым небом Торума, Шашпинское урочище и музей грибов. Помимо этого, приглашенные эксперты из Великобритании и Германии проведут несколько мастер-классов и лекций по современному искусству и авторскому кинематографу. А югорские ученые расскажут об этнографических и природных особенностях и местной самобытной культуре региона. По итогам работы лаборатории в Торума откроется мультимедийная выставка. Новую школу на 300 мест откроют в Приобье в 2024 году. Объект построят по госпрограмме Югры образование регионального проекта «Современная школа». На эти цели планируется направить 756 миллионов рублей. Помимо учебных помещений, в новой школе также оборудуют спортивный зал с тренажерами, столярную мастерскую и кабинеты домоводства. Кроме того, для групп продленного дня подготовят игровые помещения и спальни. Спортсмены из Югры успешно выступили на открытом международном командном чемпионате среди ветеранов спорта по легкой атлетике «Минск Мастер Кап-2021». Так, Светлана Иванова победила в соревнованиях по спортивной ходьбе на 5 километров в категории 45-49 лет. А Виталий Романович занял первое место в прыжках в высоту в возрастной группе 55-59 лет. Соревнования проходили в Минске. В различных дисциплинах состязались около 260 атлетов из Беларуси, Украины, России, Латвии, Эстонии, Молдовы, Узбекистана, Швейцарии и Турции. Нефтьюганцам напомнили о безопасности в сети. В одном из торговых центров здесь появились цветные надписи. Профилактическую акцию сотрудники полиции организовали вместе с общественниками. Всего подготовили 10 фраз. Например, безопасных ячеек не существует. Не называйте данные банковских карт. К слову, за первые полгода югорчане перевели мошенникам 268 миллионов рублей. По сравнению с 2020-м ущерб вырос на 80%. Чаще всего аферисты обманывали жителей региона в интернете. На втором месте телефонные мошенничества. Раз в квартал ОМВД совместно с общественным советом проводят данные акции. Потому что мошенники не дремлют. Данному виду мошенничества подвержены в основном пенсионеры, люди пожилого возраста. Молодежь более продвинутая, они дружат с компьютером. А пожилые люди верят. Потому что люди, будем так говорить, старые закалки доверчивые. На следующий день нельзя быть таким доверчивым. Жителям Кандинского района придется чаще поглядывать на небо. У них над головами может развернуться настоящий дождь из-за обломков ракеты-носителя. Ее запустят с Байконура 20 августа в 3 часа 23 минуты местного времени. В связи с этим жители юго-западной части Кандинского района просят ограничить пребывание в лесу, на автодорогах, лесосеках, а также в охотничьих и рыболовных избушках. Отмечу, в периметр возможного падения отделяющейся части ракеты-носителя входит зона рядом с реками Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума, вплоть до границы с Табаринским районом Средловской области. Добавлю, резервные даты запуска 21, 22, 23 и 24 августа. Также в ночное время. Культура и спорт Югры объединяются, чтобы поддержать всех, кто стремится к здоровому образу жизни, а главное поддержать тех, кто перенес коронавирус. С 16 августа по 12 сентября в Югре организуют онлайн-забег «Дыши свободно». Идея марафона зародилась на выставке «Шахта», которая открылась весной этого года в Музее геологии нефти и газа. В экспозиции реалистично представлен труд шахтера и последствия, которые накладывает работа под землей на здоровье. Для многих людей они фатальны. Легкие забиваются шахтной пылью. Организаторы марафона, опираясь на опыт выставочного проекта, призывают югорчан к ведению здорового образа жизни, как формы профилактики COVID-19. Каждый участник марафона будет приглашен на выставку «Шахта». Победители акции получат денежные вознаграждения и призы. Акции получат денежные вознаграждения и призы. Каждый участник марафона будет приглашен на выставку «Шахта». Каждый участник марафона будет приглашен на выставку «Шахта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова